Ну что, друзья, доброго дня. И я, как обещала, рассказываю про нюансы болезни ковида, что происходило в больнице, что является нормой, не нормой. Почему мне хочется с вами этим делиться? По причине того, что у нас очень много больных, как бы это ни было печально, но очень мало знаний. И самое главное, сейчас уже, благо, есть протоколы лечения ковида в больнице, но нету ничего, что могло бы помогать людям для восстановления дома после ковида. Я скажу такую очень важную фразу, и каждый смотрящий это, и кто болел или будет болеть, поверьте мне, даже тот, кто смотрит и не болел, многие из вас заболеют, как бы это ни было грустно и печально. И мы не болели, работая с сотнями людей ВКонтакте, но пришло время и заболели. Переболеют практически все, переболеют все в очень разных, скажем так, стадиях, уровнях. Кто-то очень сильно, кто-то слабенько, кто-то даже не заметит. Хочу сразу отметить, чем сильнее и мощнее иммунитет, тем вероятнее, сильнее будет протекать заболевание, но тем вероятнее возможность выйти из этого заболевания. Здоровым нет, но в нормальном состоянии восстановиться после льда. У нас нету поддержки после ковида. То есть, в принципе, никто не обладает этими знаниями, кроме врачей превентивной медицины, потому что только появился ковид, они сразу предположили, как он будет развиваться, но на то они и врачи, и начали разрабатывать методики. Ну и, собственно, мне повезло работать с такими врачами. И такой комментарий очень интересный был под постом про ковид, что да, конечно, Кристина, вы после ковид восстанавливаете. Я даже представляю, как эта женщина это писала. У вас есть связи, а вот обычным людям восстановиться будет гораздо сложнее. Ну, конечно, у меня есть связи. Я же дочка Путина, у меня же папа миллиардера, муж триллионер, и у меня везде связи такие вот важные. И, ребят, не забывайте, связи здесь ни при чем. Я обычный человек с обычной семьей, самая обычная девочка, которая херачит, как лошадь, и связи здесь ни при чем. Я восстанавливаюсь, потому что я люблю себя, потому что у меня есть семья, потому что я люблю жизнь, потому что я хочу жить. И каждый из вас, кто любит свою жизнь, после ковид обязательно должен восстанавливаться. И я перескатила немножко. Запомните очень важную фразу. Если вы ее поймете, то вы сразу возьмете за себя сегодня же. Переболеть ковид и получить отрицательный тест – это только начало болезни ковид. Потому что то, какие изменения он вносит вплоть до генетики, даже страшно себе представить, я буду обязательно сейчас об этом, обо всем рассказывать. Возможно, мы не уложимся в один ролик, потому что информация, ее миллион, не хочется вас перегрузить. Начнем с того, что, да, я рассказывала, то, что мы… Я легла в больницу 5 июля. 5 июля я попала в больницу. В больницу я лежала практически 2 недели. Один день я лежала в обычной палате. И 10 дней я лежала в палате интенсивной терапии. Это предреанимационное отделение под датчиками, под сатураторами. 7 дней я дышала только в кислородном баллоне, потому что сама дышать не могла. 7 дней я не вставала с кровати. 5 дней я вообще не ела ничего, потому что я есть не могла. В туалет я вставать не могла. Собственно, меня обслуживал полностью персонал больницы. Я даже воду пить не могла. И у меня просто стояла рядом с кроватью бутылка. В бутылку был воткнут катетер из-под капельницы. Я просто пила через проводочек, через катетер воду. И еще полтора дня я лежала опять в обычной палате. Это когда меня уже выписали с интенсивной терапией. Был момент, когда один день был очень критический. У меня начался цитокиновый шторм. Кому интересно, почитайте. Это когда иммунитет, борясь с болезнью, начинает убивать сам себя, грубо говоря, размножаться беспорядочно. Наберите прямо в гугл просто цитокиновый шторм. Будет понятно, что это такое. Состояние очень страшное. И есть только сутки, чтобы успеть спасти человека от него. Иначе наступает смерть, как бы это ни было. Я сейчас об этом спокойно говорю. Когда я болела, мы спокойно об этом не говорили. И я очень сильно переживала. Потому что и муж лежал в больнице, и я лежала в больнице. Сейчас. Можно расплакаться, конечно. Но на самом деле... Секунду. Что до тебя дома? На самом деле, когда у тебя дома двое маленьких детей, и ты беременная, и оба родителя лежат, и я и муж в больнице, я в тяжелом состоянии, муж средней тяжести, и ты понимаешь, что не все выживают, и понимаешь, что возможно, и... Я не планировала плакать. Все, я сейчас покоюсь. Что возможно, и не получится тебе больше увидеть своих детей. И, конечно, это очень сильно приводит к тому, что нервная система, она не выдерживает. И, в принципе, такое тяжелое состояние у меня было уже в дальнейшем. Она утяжелялась по причине именно нервов. То есть мои нервы не выдерживали такого состояния. И в один из дней ко мне пришел главврач в больнице. Я лежала в Москве в 15-м роддоме, инфекционный, закрытый на COVID. И сказала, что Кристина, то, что с тобой сейчас происходит, это уже именно задает нервы. Поэтому надо взять себя в руки, потому что состояние ухудшается. Если ты не возьмешь себя в руки, то дальнейший путь – это только реанимация под сжатым кислородом, где постоянно буду за тобой следить. Конечно, немножечко вся взяла в руки, и с тех пор мне стало полегче. Расскажу немножечко о лечении. Чем меня лечили? Сейчас уже благо разработаны протоколы. Меня спасли от цитокинового шторма. Они это предвидели, поэтому они меня привели в интенсивную терапию по анализам, это видели. А мне кололи Актэмру. Это препарат от цитокинового шторма. Очень дорогой. Там один укол стоит что-то в районе 70 или 80 тысяч рублей. Государство это предоставляет бесплатно по полюсу ОМС. Мне кололи дексаметазон. У меня была гормональная терапия, антибактериальная терапия, антибиотики кололи, витамины кололи, Актэмру кололи. Но на самом деле кололи очень много всего. Понятно, гепарин в живот кололи. Гепарин я до тех пор колю, уже сколько времени прошло. То есть это очень важно следить за сосудами и кровью. И, собственно, выписали домой. Домой, к сожалению, выписывают, конечно, без каких-либо данных и знаний. Но врачи в больнице, их задача спасать людей в больнице. За пределами они уже безвластны. Это, скажем так, не их работа. Но хочется отметить, что насколько обходительные врачи, насколько любезные. Это были не только со мной, это были действительно со всеми. Они все вот в этой адской униформе, в которой дышать невозможно. С них все течет, капает. Но они работают, они улыбаются, они поддерживают женщин. И одна врач со мной, уже когда было состояние такое, что я 7 дней не вставала с кровати, она уже пришла и сказала, Кристина, вставайте. Я говорю, я не могу встать. У меня начиналось паника, когда я вставала, мне не хватало воздуха, я начинала задыхаться. Заставила меня встать. Несколько часов находилась со мной, от меня не отходила. И вот с тех пор у меня начались, на самом деле, улучшения. Люди не бездушные, людям не все равно. Несмотря на огромный поток, несмотря на то, что как ни крути, они перегоревшие, они уставшие, людей очень много. Люди умирают, люди выздоравливают. Это тоже очень сильная травма для нервной системы. Мне кажется, и врачи, они тоже люди. Я очень благодарна врачам, честное слово. И слава богу, вот мы с мужем разговаривали, с Виталией, что слава богу, что ковид лечит по ОМС. И мало стран осталось, где еще по ОМС лечат. Мы должны быть благодарны за это государство. Действительно. Лечит по ОМС, что это делает государство, что это делают не платные клиники, иначе смертей было бы просто невероятное количество. Это действительно так, потому что платные клиники не берут даже с температурой. Потому что когда у нас папе и мужу было плохо, и мы понимали, что не тянет его государственная больница, мы звонили в платные клиники, хотели его заплатно класть и лечить, но не берут температуру у человека, они просто не берут. Ну, собственно, к сожалению, вот в государственной больнице мы его потеряли, но я думаю, что это не из-за плохих врачей. Просто было тяжелое состояние, просто много людей, и я буду оправдывать врачей, потому что и я, и муж, мы лежали в разных больницах, и муж сестры тоже лежал в другой больнице, и все нормально. Врачи стараются настолько, насколько это возможно. Поэтому я врачам искренне благодарна за то, что я живая, у меня есть возможность вам вещать и рассказывать о том, что вообще происходит в больнице. Соответственно, что у нас происходит дальше? Во-первых, в больнице беспрерывно, и я, и муж, мы пили, продолжали пить витамины. Это очень важно. Я сейчас буду рассказывать о лекарственных препаратах, я сейчас буду рассказывать о витаминах. Безусловно, да, я должна сказать, это у меня сейчас загрызут добродетели, что это все у меня было по индивидуальным назначениям. Это очень важно. То есть витамины, которые я пила в больнице, мне назначил наш семейный нутрициолог. Витамины и препараты, которые мы пьем сейчас с мужем вне больницы, нам назначил профессор Громов. Я тоже о нем расскажу. У всех есть доступ к нему попасть. Это не какие-то связи, это не космические деньги. И, собственно, это тоже было назначение врача. Мы их не назначали себе самостоятельно. И те витамины, которые мы пьем дома, это также назначение нутрициолога. Я поделюсь с вами контактами нутрициолога, я поделюсь с вами контактами профессора, я поделюсь с вами врачами, которыми можно попасть в Москве кому-то удаленно, кому-то только очно. Пожалуйста, пользуйтесь. Кто-то дешевле, кто-то дороже, кто-то очень доступно стоит. Возможности есть, желание. Главное иметь желание. Собственно, в больнице мы пили витамин А в увеличенных дозах. Это очень важно, это противовоспалительный витамин. В больницах пили мы в гигантских дозах просто по 30-40 тысяч единиц витамина Д ежедневно. В больницах пили мы В-комплекс, это обязательно. Пили фолиевую кислоту, это обязательно. Пили препарат, есть такой интересный, он недорогой. Если вы его найдете, еще рекомендую поищить. Я тоже дам ссылочку, кстати, где его можно купить. Тубилон. Это мох, который запечатан в таблетке. Природный антибиотик. Офигенный препарат. Вот если вы болеете ковидом, в процессе болезни можно спокойно пить 20 капсул в день. Ничего с вами не будет. Можно и детям, и взрослым. Детям в процессе болезни можно пить по 5-6 капсул, взрослым по 20-30 капсул. То есть этот препарат действительно спасает. Обязательно мы в больнице пили витамин С по 5000 единиц и пили йод обязательно. То есть это такая основа основ, которые поддерживает наш организм. Вы знаете, когда я выписывалась, мне доктор сказал, что косил ваши витамины просто спасли вас и вашего малыша. И это действительно так. Каждый раз, когда я рассказываю про витамины, мне кто-то говорит, вы просто помешаны на витаминах. Я помешана на витаминах, благодаря этому я сейчас жива. Вот и все. Собственно, что дальше? Мы выписались домой. Сразу хочется сказать, что дома сильно легче не стало. Первую неделю было очень тяжело ходить, вставать. И первое, я думаю, сейчас под этим видео будет очень много комментариев, которые повторят то же самое, что говорю сейчас я. Это панические атаки. Ковид поражает центральную нервную систему. Он не просто ее поражает, он ее не уничтожает. Он меняет коды, он внедряется в клетки, он меняет нервную систему, он разрушает нейронные цепочки и нейронные связи. Нервная система настолько сильно страдает, что даже суперадаптивный, сильный человек, вот я вам скажу, я человек, танк. И мой муж всегда, он всегда ржет, он говорит, будет гореть дом, а ты такая просто идешь и тушишь, и никаких эмоций нет. Я действительно такой человек, но насколько мне снесло нервную систему. Мне еще ладно, насколько ее снесло моему мужу, это вообще просто без слов. То есть люди всем практически сносят. То есть панические атаки, когда ты просыпаешься ночью, ты начинаешь задыхаться, ты не можешь себя успокоить, ты не можешь себе найти места. Это когда я просто просыпалась в 12 ночи, до 4 утра я сидела и боялась уснуть, потому что я думала, что я во сне задохнусь и умру. То есть это было. Что начинаешь предпринимать дома? То есть я сейчас начну со снов, которые себе могут позволить все это бесплатно. Дальше я начну со снов, которые себе могут позволить все это дешево. И дальше я начну со снов, которые себе могут позволить много, многие это недорого. И продолжу со снов, которые могут себе позволить немногие это дорого. Но если приложить усилия и очень захотеть перестать курить, бухать и жрать всякую ерунду, и выделить деньги вот на это, то можно найти возможности год повосстанавливаться и потом жить прекрасной жизнью. Это действительно так. У нас сейчас на данный момент расписан курс восстановления на год. Два здоровых молодых человека будут восстанавливаться после ковида. Представляете себе, что будет с людьми, которым 50, 60, 70 лет, которые никогда ни одной витаминки в жизни не пили. Собственно, значит, мы выписываемся после больницы. И основа слов – это поддержание центральной нервной системы. Это сон. Мы не забиваем. Это бесплатно. Это полное затемнение комнаты. То есть это шторы-блэкаут, нету шторы-блэкаут, нету возможности купить шторы-блэкаут. Заклеивайте окна целлофанами, тряпками, чем хотите. В комнате должно быть прям процентов на 90 темно. Это важно. Темно у вас в комнате. Прохладно. Выспите на жесткой поверхности. То есть выспите на хорошем жестком матрасе. Не перегревайтесь. Сон 8-9 часов. Это очень важно. То есть если ваша работа вам это не позволяет, значит, что-то придумывайте. Потому что после COVID это необходимо, если вы не хотите через полгода помириться от инфаркта или инсульта или тромбозов. Потому что COVID это уже доказано, приводит к тому, что в течение 6-12 месяцев участились инфаркты, инсульты, тромбозы и вообще сердечно-сосудистые заболевания на фоне переболевания COVID. Это очень важный процесс. Это не шутки. Причем у очень молодых и очень старых. Совершенно у разной возрастной группы и с разным уровнем здоровья. Соответственно, сон бесплатно. Организуйте его. Спите обязательно в черной темной маске, в прохладном помещении, в темноте. За 2 часа до сна мы убираем все телефоны, все гаджеты, все телевизоры. Все, что даст, успокоится в вашей нервной системе. За 2 часа, когда вы убираете телевизоры, гаджеты и телефоны, это сложно, но это очень важно, вы дома включаете везде проглушенный свет. То есть у вас где-то торшевчики, где-то какие-то напольные светильнички, и на общего света нет. То есть вы даете успокоиться в своей нервной системе. Следующий этап – это вода. Тоже это бесплатно. Минимум 3 литра чистой воды взрослому человеку и литр где-то 1,5 ребенку. Ну, литр где-то, если ребенку 3-4 года, 1,5 литра где-то ребенку после 5 лет, взрослому человеку спокойно 3 литра чистой воды. Обязательно очень важно. Утром просыпаетесь, выпиваете 2 стакана воды с лимоном или с яблочным уксусом. То есть если 2 стакана воды с лимоном, то это просто вы выдавливаете обычный лимончик в любом количестве. Если это яблочный уксус, то столовую ложку яблочного уксуса, не магазинного. Желательно, чтобы это был домашний, во всяких там лавках домашних продаются. В интернете можно заказать, а в районе 500 рублей банка стоит, ее намного хватит, бутылка. Можно самим сделать. Сейчас сезон яблок. Очень быстро делается, и классная штука, еще отеки снимает, укусы и прочие-прочие вещи. Соответственно, значит, вы пьете водичку вот эту, пьете обычную чистую воду. Вода сон. А следующее – это питание. То есть основа снов, шутки шутками, можете считать сколько угодно, не верить в это, но я вижу последствия, знаю людей, которые болели и получают последствия, потому что забили хрен большой и толстый на то, что им говорили. Так нельзя делать. Происходит следующее. Это питание. Питание 3 раза в день, то есть у вас не должно быть вообще никаких перекусов. Это касается детей, начиная с 2,5 лет, касается взрослых, особенно стариков, особенно людей с лишним весом, с ожирением и прочими вещами. Я, как человек, который поступил в больницу с лишним весом, мне врач сразу сказал, у вас ожирение первой степени, ну, как бы это ни было горько, да, вот я сижу с человеком с ожирением, оно у меня до сих пор еще никуда не делалось. Из-за этого у вас более сложное течение COVID. То есть 50, когда болезнь усиливается, это происходит чаще всего из-за ожирения. Поэтому худые болеют легче, это правда. Не всегда, но вероятность того, что толстый умрет от COVID, гораздо выше, чем умрет от этого худой. Это так. Поэтому все худеют. Трехразовое питание. Без перекусов. Завтрак, обед, ужин. Исключение всех сладостей вообще, в каких-либо вариантах. Исключить хотя бы на 3 месяца все фрукты вообще. То есть действительно вообще все фрукты. То есть у нас в меню остаются яйца, мясо любого вида, курица любого вида, рыба любого вида, овощи в любом виде, желательно сырые, ну то есть свежие овощи, капуста, морковка, помидоры, огурцы, вот все что угодно. Орехи, семечки. Исключить практически всю молочку, оставить только что-то очень жирное, по типу какого-то жирного творога. Яйца в любом виде. Исключаем все хлебобулочные изделия, все булки, все сладости, весь сахар. По возможности включаем кофе. Если мы его оставляем, то не более 1-2 кружек кофе, и желательно без обычного молока, а просто черный или с растительным молочком мы запиваем двумя-тремя стаканами воды, чтобы у нас не было с вами обезвоживания организма. Это по образу жизни. Сон, вода, еда. Можете шутить, можете не верить, это ваше дело. Сигареты. Все, кто болеет ковидом или переборел ковидом, с сигаретами надо расстаться раз и навсегда. Ковид приводит к тому, что падает ферритин, к железнодефицитной анемии, курение приводит к кислородному голоданию, к блокировке мозга и легких, то есть клеток мозга и легких, которые и так сильно повредились от ковид. Сигаретами вы их убьете напрочь, ну, год-два и где-то помриваете. Я вам серьезно говорю, так как есть, это очень опасно. То есть я буду говорить прям остро и то, что мне говорили врачи в больнице. Курение после ковида должны закончиться. Вы меня извините, но это полный. Потому что люди, болеющие ковид, курят возле больницы. Можно я вообще ничего не буду говорить? Это вообще без слов. Просто неадекватный день. Просто представьте, в туалете, в больнице, они лежат в ковид-больнице с поражением 40-50% и курят. Это же какими надо быть идиотами. То есть курение бросается. Тут вообще без разговоров. Алкоголь хотя бы на 3 месяца, на 3-4 месяца после ковида скучается, потом потихоньку. Лучше какие-то крепкие алкогольные напитки, по чуть-чуть, чем непонятно что пить. Там сладкое всякую ерунду. Поэтому вот так, да. Поехали дальше. Немножечко, может быть, на заднем плане шума, потому что мы сидим в ресторане, снимаем видеоролик, но это не важно. Следующее. Открывая свой гид по восстановлению после ковид, первое, это очень важно, это восстановление микрофлоры кишечника, потому что кишечник и вообще желудочный, вообще ковид поражает все, но желудочно-кишечный тракт нервной системы особенно. Плюс лечение антибиотиками, прочим-прочим вещами, это вообще конец просто организму, реально. Есть классные такие штуки, прямо наберите в гуле, возможно, они во всех городах, есть в Москве, в подмосковных городах, в крупных городах они точно есть, называется Бифидумбак, Трилакт, Экофлор. Это то, что я пью, это триптих такой, которые нужно пить вместе. Курс месяц где-то будет стоить тысяч шесть на одного человека, это дорого. Но пока более дешевых, дешевых и доступных, господи, более дешевых и доступных пробиотиков я не видела, и при этом они очень работающие, то есть это очень важно. В аптеке продаются также комплексные пробиотики, но это будет гораздо дороже, но как вариант хотя бы чем-то помогайте своему организму, то есть найдите какой-то адекватной качественной пробиотик и пропейте его месяц. Если было очень сильное, мощное такое течение ковида, то хотя бы можно даже 2-3 месяца пить. Я вот до сих пор продолжаю пить, потому что я сильно болела, сейчас я родила, и после родов тоже нужно восстанавливаться. Далее, на 3 месяца после ковида, это очень обязательно, вводим 3 прекрасные штучки валерьянка, пустырник и пион. Идем в аптеку, это супер восстанавливающая штука, вы прям с первого раза ощутите, избавитесь от, ощутите эффекты, избавитесь от панических атак. Покупайте в аптеке валерьянку спиртовую, пустырник спиртовой, пион спиртовой, и на ночь пьете чайную ложку каждого из них на большой стакан воды, небольшой, 200 миллиграмм, миллилитров, господи, не важно. Вы пиваете перед сном, в течение дня, 3 раза в день, завтрак, обед, ужин, вместе с едой, вы пьете 1 таблетку валерьянки, 1 таблетку пустырника, в течение 3 месяцев, то есть на ночь жидкую, в течение дня, 3 раза, таблеточки по одной штуке, очень классно поддерживать нервную систему. При очень сильных панических атаках, они практически у всех, кто сильно болел ковида, кто лечился в больнице, у кого было сильное поражение, они имеются. Покупайте самые обычные таблетки глицина, аптечного, дешевого, вот этих вот, там, по 40 рублей. Когда начинается паническая атака, вы делаете такую вещь, берете 8-10 таблеток глицина, размешиваете все вот эти 3 травки в стакан воды, выпиваете стакан вот этот с пустырником, пионом и валерьяной, и рассасываете 8 таблеток глицина. 10-15 минут вас отпускает, мы это уже проверили, многократно, реально рабочая вещь. А для тех, кто плохо засыпает, этот вариант даже без ковида подходит, тоже, пожалуйста, этим пользуйтесь. Деткам тоже можно, меньше дозы в 2-3 раза. Далее. Необходимые препараты для поддержки печени, это эссенциали форты. Не дешевые, но хватает очень надолго. В аптеке находите эссенциали форты, прям большую пачку покупаете, пить его тоже нужно хотя бы месяца 3. Как пьется? 3 раза в день по одной капсулке. То есть там в аннотации написано по 2, по 2 не нужно. Профессор Громов сразу сказал, дозу уменьшать в 2 раза, 3 раза в день по одной капсульке с приемом еды в течение 3 месяцев. Если есть возможность пить дольше, курс пейте, курс дольше. В аптеке продается в свободном доступе. Для беременных, для женщин, для тех, у кого лишний вес, ожирение и так далее, покупайте препарат, который называется Хлебодия. Он для вен. Его долго пить не надо, его нужно пить 2 недели, 2 раза в день. Сами выбирайте, в какое время, хоть натощак, хоть едой, по одной таблеточке. Мы пили, и я, и муж. Я пила 3 недели, муж пил 2 недели. Они такие розовые, большие таблеточки. 2 недели вы пьете. Называется Хлебодия. То есть, это для вен, для того, чтобы с кровотоком все было хорошо. Ну, про глицин я вам уже сказала с валерьяной и пустырником. Далее, это очень важный момент. Я про витамины сегодня немного буду говорить. Я про витамины, наверное, отдельный урок запишу, потому что я даже еще пост не писала. Я сначала пишу пост в Инстаграм, потом снимаю видеоролик на Ютубе. Напишу пост в Инстаграм про витамины и сниму вам видеоролик на Ютубе обязательно. Пока хочется про доступный вариант рассказать, потому что витамины их не самый доступный вариант. Но есть витамины, которые нельзя не пить. Это важно на постоянной основе. Витамин Д, желательно не аптечный, желательно какой-нибудь из iHerb или купить в каких-то аптеках по типу Салгар. Минимум 5 тысяч единиц. То есть, вообще, после ковида я бы пила 10 тысяч единиц в месяц и дальше 5 тысяч единиц еще год. То есть, берете витамин Д прям с содержанием 10 тысяч единиц, у меня 10 тысяч единиц разу или 5 тысяч единиц, пьете витамин Д, вместе с ним пьете витамин К2, то есть, одну капсулку витамина Д и одну капсулку К2. Собственно, все. Из витамин пьете обязательно завтрак. Очень важен и важен витамин В12. Он понижает гометистеин, который повышается при болезни ковида. Почему? Потому что снижается ферритин, на фоне повышается гометистеин, но это все очень-очень связано в организме. Если меня слушают врачи, я думаю, эта информация подтвердится действительно так. Поэтому нам нужен В12 для помощи нашему организму. Также солгар какой-то аптечный купите или захожите на iHerb, выберите там какой-то удобный вариант по цене. Правда, сейчас iHerb наше законодательство прикрыло много поставок в Россию, но думаю, тот, кто хочет, найдет вариант. В12 по одной капсулке тоже утром. Второй вариант. Если В12 найти, будет тяжело. Даже если не тяжело, даже вы найдете. Вы пьете орально и вам еще нужно внутримощно колоть. Всем известная мельгама безопасная. Опять же, я повторюсь, умники, которые у меня будут встретить, писать, что я не имею права этого рекомендовать. Вот я врач, после вас таких людей спасают. Ребят, если у вас есть какие-то знания, если вы ими обладаете, напишите мне в комментариях под этим видео, и мы с вами обязательно сделаем прямой эфир, где вы расскажете, как правильно восстанавливаться людям после ковида. Если вы обладаете какими-то знаниями, ведете свой классный инстаграм-канал, ведете свой классный ютуб-канал и можете помочь людям с восстановлением, вы являетесь врачом, напишите в комментариях или напишите нам на почте, я вас рекламирую и дам ссылочку на вас, чтобы люди имели возможность я и делаю. Меня учить не надо, парикать меня не надо, унижать меня не надо, потому что, когда я выложила пост в инстаграм, набежала просто куча врачей, я так понимаю, что в каком-то бложике врачебном кто-то скинул, и они прям человек по 100 в день мне писали в директ, в комментариях, унижали меня, оскорбляли, ну, самые настоящие врачи, просто от бога. Лучше вместо этого создавали блоги и помогали людям. Поехали дальше. Мельгама. Самая обычная мельгама. Не 10 дней, а все 20 ее колоть внутримышечно, можно колоть в бедро, можно колоть в ягодичную мышцу, пожалуйста, куда вам удобно. 10 дней колить мельгама. Офигенная штука, она работающая, с доказанным эффектом, все ее прекрасно знают. Дальше. Есть такой препарат прекрасный, Элькар. Мне его прописывала моя врача, гинеколог-эндокринолог в жидкости, но жидкость банка стоит 700 рублей и выпивается на задвоне. Это очень дорого. Элькар продается в уколах. Да, кто-то скажет, что колы страшные, они еще 5-миллиграммовые, но спокойно колите, они безболезненные в отличие от мельгама. То есть в одну булку колите мельгаму, в вторую булку колите Элькар. В одну ляжку колите мельгаму, в вторую колите Элькар и вы так вот меняете, чтобы не было шишечек. Но от Элькара нету шишек, а вот от мельгама шишки есть достаточно долго, еще 2-3 недели, потом после курса все болит, но это очень нужно. То есть мальчикам, девочкам колите всем. Элькар уколы, это супер дешевый, просто 10 дней подряд прокололи. Офигенная штука, работающий, я на себе эффект сразу чувствую, он энергию придает его. Элькар жидкий, даже грудничкам дает для хорошей работы желудочно-кишечного тракта и для усвоения грудного молока. Поэтому это классная штука. Повторюсь, что то, что я говорю, требует консультации со специалистом, я обязана это сказать, что мне не набрасывались. Дальше. Значит, гепарины. Любой вид, я колю клексан, но перед этим мы обязательно должны понимать противопоказания, то есть кровотечение, предрасположить кровотечением, там, язвенные колиты, там, язвенные болезни и прочие-прочие вещи. Это противопоказания к клексану и только с показаниями врача, то есть под наблюдением врача. Сдается дедимер. Вообще, после ковида первый месяц дедимер сдается каждые 10 дней, потом сдается раз в месяц и по показаниям дедимера мы смотрим, продолжать нам колоть клексан или нет. Я его колю до сих пор, у меня в этом есть необходимость. клексан очень дорогой, опять же. Поэтому, допустим, ребятишки, мои знакомые, друзья, пьют его в таблетках. Таблетки называются Vessel Due F. Vessel Due F. Я постараюсь все препараты описать здесь под этим видео. Они достаточно дешевые, вы их пьете два раза в день по одной таблеточке. Далее, про Элькар я уже сказала. Покупаете в аптеке Артишок или заказываете его на Эхербе. Не так легко заказать, будет достаточно долго идти. Если нету возможности финансово заказать Артишок, его нужно пить один раз в день, утром натощак, то идете в аптеку и покупаете самый обычный аптечный Хофитол. Все это знают. Пьете две таблетки три раза в день в течение месяца и потом еще два месяца два раза в день по одной таблетке. Хофитол обычный аптечный. Если есть возможность купить Артишок, заказывайте Артишок. Мы заказали Артишок. Магний это основа основ. Я вообще в принципе про магний говорю очень много. Заказать его конечно надо на Эхербе, в аптеках вы его вряд ли найдете, но если найдете будет здорово. 800 от 800 до 1000 миллиграмм в сутки пьете его за 2-3 часа до сна и также покупаете магниевое масло. Оно продается на Озоне, на Валберсе, на Яндекс.Маркете. Короче, во всех магазинах, интернет-магазинах самое обычное магниевое масло и перед сном пшикаете его на пяточки и растираете. Это классная вещь кстати для грудничков и для всех детей. Классное успокаивающее средство улучшая сон. Магний классно усваивается как орально, так и дермально, то есть через кожу. Классная фишка с магнием. Магний щипет, поэтому вы можете только на пятки, потому что пятки щипать не будут. Делайте такую вещь. Подготавливаете дух, уже его включаете заранее, пшикаете полностью все тело магния, растираете и 2-3 минутки засекаете. Будет достаточно сильно жечь, это даже больше не жжение, а пощипывание. Терпите и идете смываете. Он так будет смываться как песочек. Очень классно он проникает в это время в организм и помогает восстанавливаться дефицитом магния, который истощается во время ковида и вообще в принципе во время стресса магний истощается. Еще магний истощается. Вы едите сладкое, всякие мармеладки, шоколадки, всякие цветные извращения для детей, для себя. То есть они вымывают магний сразу с мочой. Витамин D вымывают, омега-3 вымывают и витамины группы B вымывают. Вот. Магниевые ванны, магниевая соль тоже продается во всех магазинах интернет. Покупаете магниевую соль, через день принимаете магниевую ванну. Где-то 40 градусов она должна быть. Сыпьте туда 3 полные ладошки магниевой ванны и лежите там 20-30 минут, не замачивайте только грудь, если вы женщина, мужчина, могут замачиваться полностью. Все. Это классная вещь для детей, для взрослых. Магний. Это, безусловно, далеко не все. То есть я вам сейчас рассказала основу основ. Много денег вы на нее не потратите. Это ваш сон, еда, питье. Вот все препараты, которые я вам сказала, не выйдут вам на огромные деньги. Вы можете их сами приобрести. Все это будет стоить достаточно адекватно и начать восстанавливаться. Пока вы восстанавливаете, я уже для вас подготовлю следующий этап восстановления. И вы будете себя очень хорошо чувствовать. Я вам это обещаю. Это действительно будет так. Мне очень много благодарностей пишут в Инстаграм. К кому я обратилась после болезни? Есть такой известный профессор Андрей Громов в Новосибирске. В НИИ работает профессор. У него целая команда ученых. Прямо набираете в Инстаграм или набираете в Гугл-поисковике профессор Громов в НИИ Новосибирска. Вот вам выдают его контакты. Там есть почта. И вы на почту пишете. Такая-то проблема. Они вам присылают то, что вам нужно им выслать. Выслать им нужно очень мало. Две пробирки вашей крови, которую вы берете в любой лаборатории, в платной или в бесплатной. У меня в платной вышло это 300 рублей. Мне собрали эти пробирки крови из вены две. Я их замотала в вату, в пакет и ЕМС почты отправила в Новосибирск. Через две недели мне пришла расшифровка. Они расшифровывают ее генетически, рассказывают, что там по генетике и полностью назначают курс восстановления на год. То есть все, что я вам сейчас рассказала, это мне назначил профессор Громов. Я это все придумала не сама. Получается, что год мы будем восстанавливаться, но я еще через три месяца после родов, у меня прошло пока меньше двух недель, через три месяца после родов я еще раз буду отправлять анализы, чтобы он еще раз скорректировал меня и мужу тоже будем отправлять. Соответственно, будем смотреть, что зачем, к чему. Он врач-гоместезиолог, то есть работает именно с кровью. Они восстановили более 50 тысяч пациентов после COVID. Пожалуйста, все вместе сдать кровь в платной лаборатории, отправить это МС, ЕМС отправление, плюс полный разбор анализа назначения, мне вышло 4 тысячи рублей на человека. Но на мой взгляд, для своего здоровья это не такие уж огромные деньги, делайте вы это единожды. Вот, пожалуйста, вам, то есть как вариант, все в ваших руках. Потом, я вам сказала, то есть нельзя курить, сон 7-9 часов, исключение сладкого фруктов, еда 2-3 раза в день. Есть такая вода, магниевая, называется Донат. Вот покупаете ее в магазинах или заказываете там на Лавбересе еще где-то, и запиваете по 200 миллиграмм Доната в день. Тоже офигенная штука. Стакан с лимоном или яблочным уксом, я вам тоже сказала. И про ходьбу. Очень важно, это написал профессор, сказал мой гинеколог, гоместезиолог, то есть интресолог и все специалисты, с которыми я восстанавливаюсь минимум 10 тысяч шагов. То есть нужно восстановление, нужно, чтобы кислород двигался по крови, поэтому не забивайте физические нагрузки. Это первый месяц вы делаете, потихонечку начинаете восстанавливаться. Первую неделю мы вообще не могли пройти даже 100 метров с мужем, мы просто и плакали, и смеялись. Потом, буквально уже через 7 дней, мы ходили по 10 тысяч шагов, потому что начали ходить, организм начал потихоньку приходить в себя. 10 тысяч шагов, можете больше, значит больше. Месяц через полтора-два можете вводить физические нагрузки в тренажерном зале или плавать, надо восстанавливать мышечный корсет. Мышцы тоже сливаются очень сильно при ковиде. Ковид вообще просто уничтожает все на свете. Про диагнозы. Меня спрашивали, что за генетические там вещи, изменения. Я сейчас постараюсь найти это письмо на почте. Значит, я забыла просто... А, сейчас, вот так это выглядит. Вся почта с флажком. Центр исследований гематологии. Гомореологии. Так, где я? Вот, хромойкина Кристина Даниловна. Давайте я вам расскажу, что мне тут опишут. Пройдены исследования электрических и вязкоупругих характеристик эритроцитов. То есть, кровь разбирали на эритроциты. Отмечается наличие агрегатов эритроцитов малых размеров. А средний диаметр эритроцитов, там, латра-та-та-та. Значит, что дальше? Беременность так-так-так. Что у меня получилось в итоге? Недифференцированная дисплазия соединительной ткани. У меня этого никогда не было. Это появилось именно после ковида. Мембранопатия с нестабильностью клеточных мембран. То, что может привести к инсультам, инфарктам и прочим вещам. Осложнившееся развитие гематологических эритропатий. То есть, вы можете в гугле это набирать и понимать, о чем идет речь. И хронической сосудистой недостаточности по микроциркулярному типу. То есть, хроническая сосудовая недостаточность просто из 12 дней болезни. Доклинической формы гистоза на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. То есть, вот это все у меня, у молодой здоровой девочки, появилось из-за 12 дней болезни. У моего мужа примерно такая же ситуация, там просто еще что-то по сосудистой системе пошло. Дальше это не все. Хроническая сосудистая недостаточность по микроциркулярному типу, лабораторные доклинические признаки развития гистоза, лабораторные проявления нарушения кровообращения в зоне микроциркуляции, косвенные признаки тканевой гипоксии, обусловленные повышением жесткости и вязкости клеток крови. То есть, понимаете, да, что произошло? Гипоксия на фоне ковида, но я сразу об этом сказала. Почему? Часть эритроцитов минует капилляры через систему шунтирующих сосудов без обмена кислородом. Нарушение микроциркуляторного кровообращения в бассейне сосудов плацента, то есть, это то, что касается ребенка матки, повышает риск развития фетоплацентарной недостаточно. Нарушение зоны цибрального бассейна создают основу развития гистозы. Нарушение кровотока частично компенсируется увеличением перфузионного давления. То есть, где-то мой организм как-то меня вытаскивает. Факторы риска отслойки хориона и плаценты выражены умеренно. Выявлена предрасположенность к повреждению сосудистой стенки, развитию ангиопатии, сосудистых мальтоформаций варикозной болезни вен. То есть, представляете, да, что за собой влечет эта болезнь? Повышенный риск нарушение дифференцировки тканей с быстрым делением клеток факторы риска эндометриоза матки. То есть, шутки шутками, а сами понимаете, что это. Ну и вот следом у меня дальше идут рекомендации. Ну, о рекомендациях я вам рассказала. Вот такая вот неприятная болезнь. Еще раз говорю, повторяюсь, да, то есть, профессор Андрей Громов, можете набрать в гугле все в ваших руках. У меня очень много моих подписчиков уже к нему обратилось. Мало того, он работает с серьезными генетическими заболеваниями. И через день мне девчонки, которые подписаны меня, присылают то, что мужу у меня определили какие-то вещи, направил к каким-то крутым специалистам, которым просто так попасть нельзя. Это действительно так. То есть, это классная рекомендация. Пользуйтесь ей, восстанавливайте свое здоровье, заботитесь о себе. И то, что я вам рассказала, это от души. Мне просто хочется, чтобы вы знали, что у вас есть возможность быть здоровыми. Не у всех есть возможность посещать такое количество врачей и специалистов, но у меня есть возможность делиться с вами знаниями, которые они мне передают. Я очень надеюсь, что они вам будут полезны. Я желаю вам здоровья, я вам желаю хорошего дня. Пишите свои комментарии. Буду вам благодарна за вашу благодарность. Пока-пока.